Алтай-Саянский экорегион занимает более миллиона квадратных километров и проходит через приграничные области Казахстана, России, Китая и Монголии. На его территории проживают около 5 миллионов человек, говорящих на 40 языках. Здесь расположена основная часть водосбора крупнейших рек Евразии – Аби, Иртыша и Енисея. Согласно списка Всемирного фонда дикой природы, Алтай-Саянский регион вошел в список 200 природных областей, имеющих глобальное экологическое значение. В 2001 году Глобальный экологический фонд и программа развития ООН инициировали трансграничный проект «Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия Алтай-Саянского горного экорегиона». Казахстанский компонент международного проекта подписали глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики. Подписав меморандум, Казахстан взял на себя перед мировым сообществом ответственность за сохранение уникальных экологических сообществ на территории Колбинского, Западного и Южного Алтая. В прошлых передачах мы познакомили вас с Колбинским и Западным Алтаем, а этот выпуск посвящен Катон-Карагайскому Государственному национальному парку. Он занимает территории Южного Алтая и южные склоны трансграничных хребтов Листвяга и Катунский, относящихся к Центральному Алтаю. Животные и растительные миры Южного Алтая удивительно разнообразен. Горы, тундры, леса, степи и пустыни соседствуют здесь друг с другом, создавая причудливую пеструю карту ландшафтов и растительного покрова. Здесь обитает более 300 эндемичных видов животных и растений, для охраны которых созданы специальные особо охраняемые территории. Животные не знают границ. Многие из них мигрируют, пересекая границы стран, и сохранить их можно только общими усилиями. В рамках международного проекта был принят план создания трансграничной системы особо охраняемых территорий. На территории Восточно-Казахстанской области действует два государственных заповедника. Один национальный парк, восемь зоологических заказников и другие формы охраняемых территорий. Если задача заповедников – это сохранение эталонных образцов нетронутой природы, то национальные парки призваны способствовать развитию в отдаленных районах ресурсосберегающих видов природопользования, таких как экологический туризм и контролируемая трофейная охота. Южным Алтаем называется физико-географическая провинция между рекой Бухта-Арма на севере, озером Зайсан на западе и рекой Черный Иртыш на юге. В числе прочих хребтов, входящих в эту провинцию, есть одноименный хребет Южный Алтай. Некоторые туристы путают эти понятия. Всего к южно-алтайской провинции относятся шесть горных хребтов. Курчумский, Сарым-Сакты, Южный Алтай, Нарымский, Тарбагатай, Азутау. Сегодня маршрут нашей постоянно действующей экспедиции лежит в Катон-Карагайский район, в национальный парк Катон-Карагай. Экспедиция стартует из административного центра восточно-казахстанской области города Усть-Каменогорск. Дорога до районного центра Катон-Карагай, где расположена администрация национального парка, занимает около пяти часов. Дорога тянется между бесконечных полей с гречихой, подсолнечником, зерновыми культурами. Сельское хозяйство в области всегда было сравнительно неплохо развито, а в последние несколько лет наблюдается его устойчивый рост. Дорога петляет по берегу Бухтарминского водохранилища. Возле родника Каражурга путешественники устроили привал. Здесь они неожиданно наткнулись на скопление наскальных рисунков. Первобытные художники изобразили в камне животный мир давно ушедшей эпохи, сцены охоты и какие-то сакральные символы. Видите, вот это вот морал с рогами. Вверху охотник и лошадь. Здесь вот какие-то сцены охоты, но уже трудно разобрать. Особенно много изображений морала и козерога. Морал и поныне обитает на побережье Бухтарминского водохранилища, а вот горных козлов уже давно отсюда вытеснили стада домашнего скота. Катон-Карагайский государственный национальный парк был создан в 2001 году в рамках реализации трансграничного проекта сохранения биоразнообразия Саяно-Алтайского эко-региона. А в 2014 году территория парка внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Парк включает в себя верховье реки Бухтармы, долины рек Белая и Черная Берель, восточную вершину горы Белухи с прилегающими склонами хребтов Листвяга и Катунский, а также хребты левобережья реки Бухтармы, Сарым-Сапты, Тарбогатай и Южный Алтай. Через самую высокую точку Сибири, гору Белуха или Мустау, проходит не только государственная граница между Казахстаном и Россией, но и граница между двумя охраняемыми территориями – Катунским заповедником и Катон-Карагайским национальным парком. Российские и казахстанские ученые тесно сотрудничают в изучении путей миграции диких животных и выявлении угроз их популяциям. Офис Катон-Карагайского национального парка находится в одноименном районном центре Катон-Карагай. Получив в отделе туризма необходимое разрешение, экспедиция едет в Рачитинское лесничество, где ее встречают инспекторы Нурбалат Байсултанов и Манарбе Камаров. В поселке Арчиты для туристов оборудован гостевой дом. Здесь же можно арендовать лошадей. И палатка, и плаш. Все экспедиционное снаряжение погружено на лошадей, и экспедиция отправляется в путь. Маршрут предстоит нелегкий. Необходимо подняться на водораздел Тарабагатайского хребта через глубокое ущелье, перейти на хребет Южный Алтай. Тропа петляет вдоль небольшой реки. Ущелья сильно изрезаны. После дождей уровень воды в реке сильно поднялся, и лошади с трудом переправляются через бурный поток. Караван с трудом пробирается сквозь кустарники, которыми заросли берега рек. Выше склоны покрыты хвойными, пихтовыми и лиственничными лесами. А в самой верхней части лесного пояса начинают попадаться величественные кедры. На скальном прижиме появились два силуэта. Это самка горного козла Теке с малышом прячется в нагромождении скал от хищников. Козероги – отличные альпинисты. Они могут передвигаться практически по отвесным скалам. В казахстанском Алтае обитает сибирский подвид козерогов. Он отличается от теньшанского подвида более мощной грудью и деталями окраски. Осенью козероги собираются на склонах Южного Алтая в большие табуны. А весной большая часть популяции мигрирует на территорию Китая и России. Выше зоны леса начинаются бесконечные альпийские тундры, покрытые зарослями карликовой березы. Это царство моралов – самого крупного в мире подвида благородных оленей. Ученые пришли к выводу, что центрально-азиатские моралы были родоначальниками всех 11 подвидов благородных оленей. Днем моралы отлеживаются в тени кедровых лесов, а по вечерам выходят пастись на альпийские луга. Иногда они образуют табуны до 30 особей. У моралов отличное зрение. Они замечают караван с большого расстояния и мгновенно скрываются в чаще. В горах темнеет рано. Еще нет и 7 вечера, а солнце уже скрылось за Тарбогатайским хребтом. Наступает время хищников. На склон выходит медведица с медвежонком. Молодая мама так увлечена выкапыванием сурка из норы, что почти полностью забралась в нору. Медвежонок хочет помочь. Из-под могучих лап мамаши летят комья земли. Они почти засыпают малыша, и он благоразумно отбегает на почтительное расстояние. Сумерки сгущаются, и экспедиция разбивает лагерь. Ночью у костра разговоры о встречах с медведями, об интересных случаях, которыми так богата таежная жизнь. О коварных жалмаус кемпыр, заманивающих одиноких охотников на смертельно опасные скалы. О злых жестернаках, нападающих по ночам на задремавших у костра охотников. В утренней дымке с вершины хребта Южный Алтай за линией государственной границы проглядывается плато Укоп. Свежий ветер разогнал утренний туман. На севере появилась одетая в белоснежные одежды белуха. Высочайшая точка Сибири всегда вызывала у людей священный трепет и служила объектом поклонения. В 1926 году знаменитый художник и исследователь Центральной Азии Николай Рерих написал три этюда, в которых отразил традиционные представления о белухе как о сакральном месте. Согласно преданиям алтайских народов, на покрытых вечным туманом склонок священной горы обитала Умай – супруга бога вечного неба Тенгри. Познакомившись с животным миром национального парка, экспедиция спускается в долину реки Бухтарма, где неподалеку от села Берель расположен погребальный комплекс Большой Берельский курган. Объект был впервые раскопан в 1865 году археологом Василием Радловым. В конце 90-х годов XX века международная археологическая экспедиция под руководством Зайналы Самашева продолжила раскопки и обнаружила мумифицированные останки человека, имеющего в своем погребальном убранстве символы царской власти. Рядом находилось 13 лошадей рыжей масти, повернутых головами четко на восток. В погребении было найдено более 200 украшений, покрытых золотой фольгой. Радиоуглеродный анализ костных останков позволил определить дату захоронения – 3-4 века до н.э. Древнее население Алтая владело секретом создания в погребениях искусственной вечной мерзлоты. Благодаря этому останки лошадей хорошо сохранились. Техника захоронения была схожа с феноменом пазырыкских мумий, найденных на плато Укок. Открытие вызвало большой резонанс в научных кругах и положило начало системным исследованиям этногенеза кочевых скифо-сакских племен Алтайского сопрегиона. Неподалеку от археологического комплекса в данный момент построено здание музея, где позже будет размещена экспозиция источных дупликатов археологических находок. Экспедиция отправляется к Язевому озеру, лежащему на пути к Белухе. По утрам с озера открывается вид на ее двуглавую вершину. Она возвышается белой шапкой над Катунским хребтом. С основанием парка на берегу Язевого озера стал развиваться экологический туризм. Ежегодно объект посещает до 4000 туристов. Плата, оставляемая туристами, целевым образом тратится на развитие инфраструктуры парка и на охрану природы. Эта схема устойчивого управления природными ресурсами полностью соответствует планам перехода Казахстана на зеленую экономику. Опыт многих стран показал, что одними запретительными административными мерами сохранить природу невозможно. Наилучший результат дает завешенный подход, дающий возможность местному населению получать от дикой природы какие-либо выгоды, позволяющие удовлетворить жизненные потребности с минимальным ущербом для природы. Туристы могут недорого снять номер в гостевом домике, арендовать лодку и купить путевку на спортивную рыбалку. На одного человека место стоит 2356 тенге. Можно заказать баню. В Язевом озере обитает Хариус и Язь. Язи весом до полкилограмма ловятся один за другим. Путешественники облачаются в костюм для подводного плавания, чтобы посмотреть, как выглядит озеро в глубине. Бурное течение несет много взвеси, поэтому прозрачность под водой не очень хорошая. Из Язевого озера вытекает одноименная река Язевка, образующая каскад живописных водопадов. Падающая вода насыщает влажный воздух своеобразным ароматом, вдыхая который человек чувствует мгновенный прилив сил. Пожалуй, и целого года было бы мало, чтобы познакомиться со всеми красотами Катон Карагайского национального парка. А экспедиции уже пора продолжить свой маршрут. Впереди ее ждет жемчужина природы восточного Казахстана, озеро Маркоколь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА